Станок для отжиманий равномерно отсчитывает количество касаний. Чтобы получить максимальный балл из упражнений, Верене и Белкиной нужно коснуться платформы 20 раз. Кроме отжиманий у девушек и подтягиваний у юношей, в минувшую пятницу ребята сдавали нормативу по бегу и метанию гранаты. Отряд «Барс» пятой школы участвует в Нижегородской Зарнице в старшей возрастной категории. Команда лидирует, но не все ребятам дается легко. Сложно, наверное, было стрельба из-за того, что у нас большинство отряда плохо видят. Это нам сложнее задача. Мы надеемся, что мы справились с этим хорошо и что у нас все будет классно. На соревнования отряды приходят по графику, чтобы не было массовости, так как еще действуют ограничительные меры. Да и участников не так много. В каждой команде 10 человек. Шесть юношей и четыре девушки. К сожалению, в этом году пандемия, как и во все, внесла свои поправки, поэтому участвует всего пять школ. Хотя традиционно у нас принимают участие 17-18. Пять школ, одна школа в средней возрастной категории и четыре школы в старшей. Нижегородская Зарница – это комплекс соревнований по основам военной подготовки, истории и физической культуры. Состязания проходят несколько дней, так как дисциплин много. Это физическая подготовка, метание гранаты, бег на длинную дистанцию, короткую, плавание, отжимания и подтягивания. И, естественно, дисциплины военизированы. Это, например, разборка автомата Калашникова, одевание общевойскового защитного костюма УЗК на время. Естественно, они обходятся без интеллектуальных конкурсов, таких как ратные страницы истории. Команда-победитель муниципального этапа будет представлять Саров на дивизионных соревнованиях, которые пройдут в апреле. Финал Нижегородской Зарницы запланирован на октябрь. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.